Добрый день! Смотрите по поводу отстрочек, то, что правильно сказали, сложных. Что с ними делать? Когда мы формируем вот такие зигзаги и создаем из них кисти для того, чтобы потом использовать их в одежде, у нас, да, есть вот такой момент, когда зигзаг не до конца состыкован. Почему? Потому что программа, она у нас достаточно прямолинейный товарищ, а именно, она вот берет ваш объект, вот видите вот эту вот рамочку, да, и вот по этим краешкам вот так вам и состыковывает, вот как есть визуальная часть, вот так вот она вам их состыковала, а не внахлёст. Вы должны программе объяснить, что мне нужно это сделать внахлёст. Каким образом? Можно это сделать при помощи создания рапорта изначально, чтобы вы могли полностью контролировать, как это делается. Мы создаем прямоугольник точно так же, как мы это делаем в заливках, без цвета контура, без цвета заливки, и вот здесь, смотрите внимательно, вот здесь, в этом месте, мы с вами отрезаем вот эти кусочки, да, помещаем его на задний план, то есть у нас получается прямоугольник без цвета контура, без цвета заливки. Вот оно. Всё вместе это выбираем, закидываем это в кисти, в узорчатую кисть, говорим «Окей». Вот, и теперь говорим тоже «Окей». После этого создаём копию нашей линии, ну, чтобы мы могли сравнить, да, как это выглядит. Это вот то, что у вас, а это вот то, что создала я. Как видите, за счёт того, что я подрезала хвостики, вот он получился уголочек. То есть это всё создаётся при помощи создания рапорта. Вот программа, ещё раз говорю, я не хочу её назвать тупой, потому что она прямолинейная. Она вот как вы ей задали, какую штуку, такую и сделала. Здесь то же самое. Вот, видите, хвостик. Как сделать так, чтобы этого хвостика не было? Опять же, то же самое. Мы берём наш с вами рапорт. Какой хвостик она делает? Она нам делает вот здесь, вот если приблизить, видно, да, она делает их встык. А нам нужно обрезать вот по этой линии, вот так. Ну, и, соответственно, обрезаем, чтобы у неё это было всё встык, это было удобнее. Самый банальный способ, это мы просто задаём рапорт вот от этой точки сюда. Вот так вот мы это выдвигаем. Цвет контура убираем. Смотрим, как она у нас пойдёт. Здесь вот регулируем, да, здесь у нас уже с вами контура нету. Мы видим только реальную толщину. Вот, насколько здесь вот вам надо куда вперёд-назад. Помещаем на задний план наш прямоугольничек. Всё, вместе забираем. Туда чпок, узорчатая кисть, окей. Смотрите ещё, как уголочек формируется, для того, чтобы он у вас был более адекватен, если будут какие-то углы, да. Вот она вам автоматически предлагает варианты, как можно оформить уголочек, можно из него более-менее что-то адекватное выбрать. Говорите, окей. И ещё раз давайте смотреть, как у нас сейчас будет смотреться. То есть я прям ваш рапорт беру, ничего с ним не делаю, только немножечко его корректирую, да. И вот он у нас слился. Можно ещё раз приблизить, посмотреть, всё ли у нас тут хорошо. Вот небольшой нахлёст. Возможно ещё немножечко поправить рапорт. Но это вот как бы такой классический стопроцентный метод для того, чтобы добиться желаемого результата. Вот если я чувствую, что у меня вот здесь вот можно чуть-чуть поправить рапорт, я его правлю, туда опять оп, оп, и сейчас ещё раз посмотрим. Да, вот. Здесь у вас более-менее получилась визуализация, а здесь так. Здесь немножко по-другому. Если я правильно поняла, то вот наш с вами рапорт, а должно оно смотреться вот так. Правильно? То есть должен быть нахлёст. Соответственно, вы неверно выделили рапорт. Это тоже дело практики, дело техники. Давайте отрежем лишнее. Вот. Смотреть всё должно красиво, бесшовно, чтобы все линии были на своих местах. Вот так. Вот. И это уже нормальный, достойный рапорт. А именно, вот от этой точки центра, вот до этой точки центра и вниз. Вот он, наш рапорт с вами. Да, здесь нужно поморочиться. Не всегда нужно прям вот его вырисовывать. Иногда можно его так выбрать. Сейчас мы проверим, правильно ли я всё здесь выделила. Смотрим, что попалось по центру. Приближайте максимально, насколько возможно, чтобы всё это сделать. Смотрите, здесь смещение центра, и здесь должно хорошо встать. Так, сейчас пробую. Выбираю всё это вместе. Создаю из этого кисть, и посмотрю, как оно будет себя вести. Опять же, смотрим, как нам оформление вот этих хвостиков будет более красивым. Ну, не всегда оно тут идеально, но я обычно выбираю какой-то вариант, который мне больше нравится. Можно самим, конечно, нарисовать. Если эта кисть будет много использоваться, то, естественно, это имеет смысл. Если это быстренько, то... Так. Я так понимаю, что хотели вот такой эффект. То есть неправильно выбран рапорт. Что вам сделала программа? Она вам взяла вашу вот эту детальку и начала её многократно повторять встык. Ну вот, она повторила, как вы ей задали. А я ей задала, вон он, мой рапорт. Смотрите, вот он какой. Вот такую детальку. А именно... А именно, это момент выделения рапорта, который нужно понимать. Монтаж на передний план. Вот он мой рапорт. Вот такой формы рапорт. Не вот такой, а вот такой. И если я вот эту деталь начинаю двигать и совмещать встык, то она у меня делается такой линией. Внимательно смотрите на рапорт. Он не всегда такой однозначный, не всегда такая деталь. Как я это делала, вы увидели. Можете перемотать, посмотреть. Совместила, отрезала кусочки. И получился вот такой момент. Если остались ещё вопросы, вы мне их пишите. А вот кисточки мы с вами поправили. Их вполне теперь можно к себе в библиотеку сохранить и на нужных изделиях использовать, когда вам это понадобится. Ну, потому что отсрочки в швейке, в рисунке эскизов, в создании схем, они вам часто нужны. Это надо сохранить. Можно сохранить библиотеку, можно просто создать на компьютере папки и сохранить туда файлы с названиями строчек. Файл, там строчка, там зигзаг, строчка, там коверлок и так далее. И когда нужно открывать, как вам будет удобнее. Кому-то удобнее загрузить в библиотеку кистей, кому-то удобнее создать в библиотеку файлов. Делайте так, как вам комфортнее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok